Своё первое студенческое лето Екатерина Козеева проводит в работе. Сразу после сдачи экзаменов девушка отправилась на фестиваль популярной песни, посвященной 110-летию композитора Бориса Андреевича Макроусова. Я представляла программу, которую еще изучала в детской школе искусств номер 2. Это «Тропы» и «Огонек». В конкурсе на Волге широкой приняли участие более 300 солистов и вокалистов ансамблей хоров из Москвы, Твери, Владимирской области, а также с 20 районов нашего региона. Несмотря на высокую конкуренцию в борьбе за главный приз фестиваля, у Екатерины остались только теплые впечатления от пребывания на родине композитора. Было очень много людей, выступающих, и самое интересное, то, что была теплая атмосфера, и мы сразу все сдружились и познакомились, и это было очень приятно, что так принимали. По результатам второго этапа фестиваля Екатерина стала победительницей и получила гран-при фестиваля в номинации «Солисты». Это для меня неожиданно, такая высокая все-таки награда, но когда я выступала, я чувствовала с первой песней то, что у меня есть некая связь со зрителем, с членами жюри. Детское увлечение русской народной песни переросло у девушки в дело всей жизни. 11 лет Екатерина занималась в отделении музыкального фольклора у Ирины Оськиной. И уже будучи студенткой московского вуза, Екатерина не забывает альмаматор. Вместе с педагогом она готовит концерт в родном городе. Она поступила, но вот эта концертная деятельность для своих горожан, для своего любимого города, это стоит на первом месте. Концерт намечен на вторую половину января. Сейчас верстаются программы и проводятся первые репетиции. Екатерина представит зрителям сольные номера, а также споет дуэтами с педагогом и участниками образцового ансамбля «Горница». Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.